В боевых хрониках украинской армии эта территория, на которой сейчас мы находимся, называлась и пока еще называются «Подступы к городу Северск», одному из важных узловых центров Донбасса. Вот здесь, на этой территории, как вы видите, находилась база боевиков, находился так называемый блок «Пост Северный». Вы можете видеть эти надписи, можете видеть все то, что осталось после нанесения артиллерийских ударов украинской армии. Хочу обратить ваше внимание, сейчас наш оператор показывает, вот здесь можно найти вот такие шприцы с неизвестной жидкостью, что подтверждает предположение многих участников антитеррористической операции, многих экспертов, то, что сепаратисты и боевики находятся не только в состоянии, подчас находятся не только в состоянии алкогольного опьянения, но и под наркотической зависимостью. Вот все, что осталось от тех, кто убивал мирных украинских граждан и наших силовиков, которые пришли наводить конституционный порядок на Донбассе. Украинская армия идет вперед, но, к сожалению, есть жертвы, я напоминаю, среди мирного населения. Я надеюсь, что скоро эта война, война за украинский Донбасс, за нашу с вами, независимость все-таки прекратится. Вот все, что осталось от позиции боевиков. Еще раз посмотрите. Это наша исконно-украинская земля. Такой она будет всегда. Что осталось от огнемета российского производства? Здесь мы видим и российскую маркировку, и год выпуска. Это февраль 2000 года. Но никакого отношения к этому огнемету, к этому вооружению Украина, естественно, не имеет. Здесь русский след донбасской истории. Все всегда подтверждается. Чем питались донецкие донбасские сепаратисты, можно видеть вот по этой пустой банке. Кроме того, что грабили, мародерствовали сепаратисты, боевики, террористы, так их сегодня чаще принято совершенно справедливо называть, фирма каждый день, каша гречневая, с говядиной. 340 грамм масса нет, сервис клиента, дата изготовления, изготовитель. ООО «Балт Рыб Тех». Калининградская область, город Гвардейск. Улица Вокзальная, дом 14, Российская Федерация. Это еще один небольшой штрих нашей поездки. Я обещаю, что весь отснятый материал мы, конечно же, покажем. Это будет небольшой, почему небольшой, ну будет цикл программ. Мы постараемся охватить, максимально охватить все эпизоды проведения АТО жизни на Донбассе в нынешней ситуации. Но сейчас хотел бы сказать о другом, и мы продолжим общаться в прямом эфире. Сергей Малексеенко и Юрием Казаризом, с которыми вместе были в этой командировке. И читаешь интернет, смотришь новости, слышишь людей и понимаешь, что очень много паники. Давайте так, давайте не паниковать. Я прекрасно понимаю, что всем тяжело. Тяжело мирным гражданам, тяжело нашим военным, тяжело журналистам, тяжело экспертам разобраться во всем том, что происходит. Но давайте каждый будет выполнять свою работу, будет честным, объективным. И работать на благо единой страны, единой державы. Имя которой Украина. И вы знаете, не все мы можем в этом эфире пока рассказывать. После победы расскажем более подробно о каких-то вещах. Но я точно знаю, так же, как знают мои коллеги, чуть не сказала, скажу так, как захотелось, сослужився. Теперь уже, наверное, однополчане, можно так сказать, по творческому цеху, по командировке. У нашей армии для этих нелюдей, для террориста, очень много еще сюрпризов на Донбассе. Но самое главное, чтобы максимально избежать потерь среди мирного населения. Почему и буксует иногда, буксует на первый взгляд проведение антитеррористической операции. Наши военные не щадят своих жизней, сражаются за каждую мирную жизнь. И то, что случилось в Зеленополе, вы хорошо знаете, такое не должно повториться. Когда молодые пацаны остались без рук, без ног, многие погибли. И подумайте, каждый из вас, что вы сделаете для этих пацанов, которые отдавали свою жизнь и свое здоровье ради каждого из нас. Сергей, Юра, еще раз здравствуйте. Есть уже телефонный звонок. Сегодня мнения такие противоречивые. Но у вас тоже много эмоций, и вам есть что сказать нашим телезрителям. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Да, могу вам поздать? Еще раз. Я хотел вопрос задать вам. Да, пожалуйста. Еще раз. Что американский след? Да, четко и все. Американский след? Да. А в чем американский след? В том, что... Давайте так. Во всем мире, где идет геополитические игры, есть американский след, так же, как есть российский. К сожалению, пока нет украинского. А мне бы хотелось, чтобы было украинский в том числе. Вот такой будет мой ответ, ребят. Ну вот, кстати, вот есть ли американский след там на Донбассе, по крайней мере, что вам попадало на глаза, в руки, ну и так далее. Вы все слышали, отвечайте сами. Есть след НАТО. Основная масса наших бойцов воюет именно во вторичном обмундировании стран НАТО. Это у нас как с бушными машинами. Еще ездить, ездить, ездить. Вот это след. Ну, я, кстати, должен сказать, что в данной ситуации, в данной ситуации можно только благодарить Пентагон за то, что выделяют такую помощь Украине. Вы знаете, видя ту ситуацию, которая разворачивается на украинском Донбассе, хотелось бы более конкретной помощи, а не обещаний и констатации фактов. Ведут там санкции третьего, десятого, четвертого уровня. При этом некто госпожа Меркель, ну не знаю, наверное, футбол на нее так повлиял. Да, сначала говорили одно, за мир в Украине, нет агрессии России, теперь с Путиным целуемся. Ну, не все немецкие пенсионеры первого эшелона немецкой власти пока устроены в Газпроме. Ну, Шрёдер на теплом месте сидит, видно, и Меркель себе тоже там чего-то подыскивает. Юр, вот комментарий к американскому следу буквально очень кратко, потому что есть звонок. Банальная ситуация, что мы никогда не ждали, что на нас нападет Россия. Мы как раз и думали, что нападут американцы, румыны и бог знает еще кто. Кстати, о румыне, как мы говорили в этой студии буквально менее полгода назад. А теперь почему-то оказалось, что на нас нападут. Я смотрю, как бы сейчас на столе так очень грязно. Вот этот флаг ассоциируется у меня с кровью и с убитыми бойцами. И даже не важно сейчас с какой стороны. Убиты наши граждане Украины. А причина всему этому, вот эта вот тряпка. И мозги запудренные граждан Украины. Я скажу так, что под этими флагами против нас объявлена агрессия, война нового типа. Называйте ее гибридная, не объявленная, но убивает наших мирных граждан. Мирных граждан. Есть телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Привет ребятам. Юрия и Сережа. Это командор. Приятно вас видеть, ребят. Привет. На экране. Все молодцы, красавцы. Вопросов нет. Наши ребята очень многие согласны и очень много нормальных людей в Украине. Сегодня разговаривал с Москвой, не с кем разговаривать. С одной фамилией украинской. И говорит, мы хохлы обнаглели. О чем можно говорить с ними? Они только понимают силу оружия. И защищать надо нашу страну так, как положено. А с Донбассом проблема еще больше. Правильно говорили в океане Льзы. Интеллектуальный уровень очень низкий у людей. Им что-то рассказывать очень тяжело. И поэтому нужно объяснять и рассказывать, и говорить. И как можно чаще. Потому что наши средства массовой информации, к сожалению, особенно те, кто военные, вот селезнел там, они очень скупую информацию дают о наших солдатах. О том, что людей нужно награждать. Там герои, правительствами наградами. Обязательно. И оказывать помощь. Потому что власть наша, к сожалению, делает недостаточно ни для армии, ни для национальной гвардии, ни для ополченцев украинских. Для того, чтобы их обеспечить всем, чем положено. К сожалению, сегодня все, что приходит, это в основном волонтеры. Спасибо вам. Спасибо, ребята. Спасибо вам огромное. Вот соглашусь буквально, подписываясь под каждым словом. Хочется обратиться к бывшему министру обороны Гриценко, который приложил руку к уничтожению системы средств массовой информации именно военных, когда мы, военные журналисты, рассказывали о героях. Сегодня, в согласии, действительно мало об этом говорят. Мы постараемся в следующую нашу поездку обязательно больше общаться с нашими ребятами. Просто, поверьте, очень сложно, очень сложно работать над материалом, набирать материал, потому что, ну, очень сложная ситуация. Словами просто все не передать. И, ну, действительно, очень сложно. Но этот наказ мы обязательно выполним. Кстати, что насчет следующей командировки? Я знаю, что, по крайней мере, из нашей телевизионной группы от такой идеи никто не отказался. Наоборот, появилось еще больше желаний. Юр. Сергей, мы, я вот, идя к вам на эфир, поступил звонок. Благодаря тому, что мы 79-кой работали, помогали, осталось след в интернете. 79-ая, это отдельная аэромобильная бригада, наши соседи, город Николай. И вот этот звонок, что с 25-й механизированной бригады, что там в окружении, вот те, кто попал в окружение и потерпели на себя большую атаку, то есть раненый парень, помирает. Искали 79-ки ночмеда, чтобы найти то лекарство, которое необходимо, возможно, получится спасти жизнь этому человеку. То есть колонны, вы видели в прошлой передаче, колонны выезжающих бойцов на боевое задание. Вы бы видели их лица, которые, ребят, которые совершенно уже повидели другую жизнь. Которые уже несколько месяцев уже живут вот в этом состоянии. Прошу вот одесситов, украинцев, то есть логика такая. Сначала говорят, что нас сейчас будут резать, да, бендеровцы и правый сектор, еще бог знает что, инопланетяне. Потом роют окопы возле наших домов. Потом вешают вот это вот, вот это вот непонятно что. А потом, естественно, украинской армии приходится отбивать, отбивать фактически захваченную территорию. Бородря нашим с вами потыканием. Это эмоция. Вы знаете, Славянск, тут уже говорили о Славянске, общались с людьми. Сложно говорить, поверьте, сложно. И, наверное, хотелось бы, чтобы ряд одесситов, известных одесситов, поехали туда, в Славянск. Поговорили за жизнь, поговорили за жизнь, потому что в головах, ну, такое винегрет, и вроде есть люди образованные, начитанные, которые, ну, вроде, на первый взгляд, все прекрасно понимают, и фраза звучит. Украина никогда не слышала Донбасс. Всегда хотелось сказать, президент был ваш, люди в правительстве были ваши, дотации с государственного бюджета, миллионы и миллиарды шли на Донбасс. И очень многие из тех, кто сегодня называет себя неким ополчением, ну, мягко говоря, такое впечатление, что и первых трех классов или пятилетку не закончили. Вот, к сожалению, так, к сожалению, вот так. Так, мозги, мозги, конечно, поэтому я действительно, вот, Юра, поддержу, обращаюсь к вам. Давайте все-таки включать мозги, иначе будет поздно. Я не пугаю, но будет поздно. Впереди август, который нас пугает, впереди день города, юбилей нашего города, день рождения. Поверьте, эти нелюди ни перед чем не остановятся. Поверьте, собраться, одесситы, надо собраться. А не готовить хлеб, соль. Не пожалеют. Не пожалеют. Ни ваших детей, ни вас. Я вот хотел бы обратиться к нашим общим знакомым, которые умудряются даже сейчас еще сказать, ну, Путин молодец, но для своей страны уже вот как бы так. Работайте с населением, общайтесь со своими друзьями. До тех пор, пока у нас будут оставаться люди, которые вот обещали нам поддерживать молодежь, обещали нам менять страну, бороться с коррупционерами, которые сейчас за 200-3000 долларов можно договориться, чтобы не пойти в армию. За 500 долларов можно, надо платить, чтобы пройти военную кафедру. Берут деньги, чтобы попасть в АТО. Внутрь АТО берут деньги. У нас в АТО было, вот ребята рассказывали, что было 50 человек желающих. Почему-то такие какие-то требования, вообще какие-то идиотские требования, чтобы то не было, это не было, и только тогда можно попасть в АТО. Министерство внутренних дел, что это такое? На кого мы основу работаем? Второе. Батальон Шторм. Ни тепловизоров, ни приборов ночного видения. Возьмите со старых взяток, не с новых, не планируйте брать новые взятки. Возьмите со старых взяток, иначе мы скажем, где эти старые взятки, у кого должны они быть. Возьмите со старых взяток и сделайте, укомплектуйте нормально свой подведомщий батальон. Сережа, вопрос к вам. Вы общались в Славянске с некоторыми жителями, довольно-таки активно, впечатление от общения, а люди-то чего хотят, кроме того, что мир. Кстати, действительно, насчет разрушений, на поступок к городу довольно-таки много, особенно касается тех блокпостов, где сидели бандиты. Но жизнь восстанавливается, поверьте, мы сами видели, как ремонтируются линии электропередач, начинает ходить общественный транспорт. Хотя город сейчас по количеству людей выглядит, да скажу так, мертвым выглядит. Но во многом вы сами, как славянцам, в этом виноваты. Хотя Украина поможет. Украина, она добрая. Но если надо, мы зубами будем грызть врага, поверьте, зубами. Сергей, надо ехать, ехать буквально в ближайшее время. Давай, Сережа, пусть о своих эмоциях, а то мы так с тобой тоже перебираем. Опять же Юра сказал, Украины в Славянске не было. Реально ее не было. Там жили одурманенные люди, которые действительно используются как рабы. Это правда. Они сейчас мысят до сих пор категориями Януковича. Украл он или не украл. Кстати, вот те миллиарды, которые сегодня помогли бы экономике страны, сомневаются. Украл ли я Янукович в день? Украл ли я не украл? Ну, я не знаю. А Путин хороший. Путин хороший. А Янукович, он как бы слабый оказался. А Путин... Вы знаете, насчет Путина сегодня хорошие. Не всем понравится, скажу. Но постараюсь все равно подипломатичнее. Один из знакомых сказал, вы знаете, от чего удивительно, если говорить долго, Крым наш, Крым наш, Крым наш, что ты не заметишь, как укакался, да? Вот так вот. Было немножко грубее, но тем не менее. Крым все равно будет украинским. Ну, поверьте. Ну, есть Украинский. Он и есть украинский. Сережа правильно меня поправил. Давайте еще хроника из Донбасса, патрулирования. Давайте посмотрим, как это все происходит. Донбасса. Донбасса. Ну, это вот эпизоды, из которых и складывается жизнь, быт и проведение боевых операций в зоне антитеррористической операции, которую проводят украинские силовики. Кстати, ребята, вы знаете, какой эпизод вспомнил, вот про местных жителей говорили. Это, по-моему, район Сиверска, если не ошибаюсь. Тут взорванный мост. Да, вот мы встретили троих местных жителей, уже таких, довольно-таки в возрасте. Люди говорят, Боже, это же был... Кстати, украинскую мову спелкувалось, а вот в целом Донбасс, украинские венчани. Это же был мест. Мы же вчера тут проехали, а моста уже нет. Мост взорван, кстати. Вот вам и действия боевиков. Но общение, общение было таким хорошим, причем общались хорошо не только с местными жителями, со многими, но и с солдатами. Тернопольская область, один из блокпостов, да. Ну, ребята, молодцы. Вот западенцы, они хитрые. Ну, мы тоже не лыком шиты. Вроде проверили, вроде посмотрели все документы, бумаги, все хорошо, подарили сигареты, там, да, ну, что могли, то отдавали. И мы уезжаем, что они тогда нам закричали? Да, слава нации, да, слава нации, слава нации, то есть это была все-таки некая такая проверка, проверка. Одесситы дружно ответили, но для ребят, это была на самом деле проверка. То есть вы должны понимать, сегодня там есть напряжение, есть настороженность, но есть и понимание от уместных жителей. Мы еще подарили им книжки по этой сагалины Стрелецкой о жизни и любви. И вот, наверное, сегодня о жизни и любви это то, чего не хватает Донбассу. И жизни, и любви. Еще есть один телефонный звонок, останется несколько минут и хочется поговорить про воинов света. Объясню почему. Добрый вечер. Добрый вечер. Есть телефонный звонок или кто-то стесняется? Добрый вечер. Если вы не дозвонились, нам попробуйте еще раз дозвониться. Не стесняйтесь, мы никого не ругаем, даже несмотря на то, что иногда вы подвержены неким психологическим атакам российского телевидения. Ребята, вот про воинов света, всю поездку было несколько песен, которые сопровождали на всю поездку и за эти 3-4 дня не надоели. Среди них одна из под названием «Воины света». Сережа, ты сейчас хорошую историю вспомнил. Как раз в Славянске вы общались с местными жителями. Расскажи более подробно. Мы стояли на блокпосту с милиционером с Киев-1, подъехала машина, из машины высунула женская рука, в ней были обереги и молитва. Она говорит, спасибо вам, воины света. И машина поехала дальше. Вот и все. Это трогает. Это не то, что трогает, даже мурашки по коже, потому что потому что это действительно вот как-то вот так. А «Воины света» — это песня, которая нас действительно сопровождала. И мне хочется верить, что после этой поездки частицу одесской души мы привезли на Донбасс. Всем ли понравилась наша поездка? Наверное, нет. Но то, что мы опять, повторюсь, передали часть одесской души и, наверное, сделали правильно, что поехали. Хотя многим из нас пришлось в семьях говорить, что ну, откроем маленькие тайны, да, кто-то уехал в Беридянск, кто-то еще где-то, да, потом менее чем за сутки до нашего возвращения получали по полной программе по шее. Ну, такая была необходимость, так была она. Ребят, мы завершаем наш эфир, еще будем, конечно же, общаться, еще переживать эту поездку. Вполне вероятно, будут следующие. Что хотелось бы сказать одесситам? Я уже не про американский, российский след, а вообще? Одесситам, будьте украинцами, любите свою страну. Юр? Нам надо, нам надо сейчас, чтобы вот термин «человек-война» потихонечку уходил. Нам надо искать, понимать, почему так произошло и что нужно делать, чтобы этого, этого не было и этого не происходило. мы должны искать корень всего этого и вырубывать его ниже еще этого корня. Заразы у нас в этой стране не должно быть. Всем поклонникам Путина прошу сказать, оружие российское, спецназ воюет, российский, каша гречневая, и та российская. Наши люди погибают. Наши воины-десантники, наши воины украинской армии погибают. И те одурманенные ребята, которые тоже попали под воздействие, тоже умирают. Нам, ни России, ни Америки, ни Европе продажной, которая прыгает то туда, то сюда, только денег меньше стало зарабатывать от того, что мистрали не продаются, сразу вопрос, Италия там, и все такое. Мы никому не нужны. Украина нужна только нам, украинцам. И чиновникам, тем продажным, которые пытаются пользоваться. Мы должны искать, кто заинтересован в войне. И искать, душить эту заразу. И все делать для того, чтобы у нас этого не было. И прежде всего Одесситам, еще раз повторяю, у нас этого не должно быть. Мы один раз не допустили этого, и мы должны никогда этого не допустить в нашем городе. И по всей Украине тоже. Спасибо. И поехать обязательно. Я хотел бы, обязательно мы должны ехать туда, видеть это своими глазами, общаться с людьми, и приходить, приезжать, рассказывать. То есть у кого, не знаю, будет желание помочь с этой поездкой в следующий раз, мы будем стараться ехать. Сергей, если вы поддержите нас. Юра, было бы странно, если бы я сейчас ответил, что я не поеду, да? В Бердянск я больше не поеду, я снова поеду в зону АТО. Теперь про Бердянск все ясно. Давайте еще посмотрим материал наших коллег из пресс-службы АТО. Это Влад Волошин, человек, который заканчивал вместе со мной факультет журналистикой, Львовское высшее военно-политическое училище, младше на два года, он, правда, находится сейчас снова там. Владу привет, всем военным журналистам привет. Вот так наша военность потихонечку освобождает украинские города на Донбассе. Победа будет за нами, обязательно, я вам это гарантирую. Победа будет за нами, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Штурмова группа пішла вперед, на разбитый ряд по тротуару. Это был первый передовый блокпост сепаратистов тут. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok